Девушки отдыхают В зависимости от того, какую позицию будем занимать, будем сейчас пытаться разбираться Что касается ИСа 7, он очень давно в игре и в свое время это был крайне, крайне жесткий нагибатор У него крайне хорошее бронирование, не считая нижнего бронелиста Он великолепен в клинче, его действительно в клинче очень сложно разобрать, если грамотный игрок умеет пользоваться ИСом 7 Ну и что касается его орудия, то на сегодняшний день, безусловно, оно уже не сияет Потому что ДПМом в 2500 особо никого не удивишь Альфа в 460, хорошая, классная, но не при времени перезарядки практически в 11 секунд Время сведения у него тоже довольно-таки большое, это с учетом того, что оборудование установлено и амуниция И при этом всем у нас чуть меньше 5 секунд Ну и разброс, ребят, в целом я бы сказал, что комфортен, но не идеален Вот такая вот машина с пробитием в 260 единиц и крайне скудными минус 6 углами склонения орудия вниз Как я уже сказал, в целом машина довольно неплохо забронирована Единственное, что, безусловно, нижний бронелист страдальческий и все же остальное довольно часто получает непробити В целом машина на сегодняшний день вполне играбельная Но сказать, что она действительно может составить конкуренцию всем машинам, которые появляются сейчас в игре Ну не знаю, наверное, нет По одной простой причине, потому что на сегодняшний день все более и более популярными становятся машины Спуская не очень большой разовой альфой Но в то же время, ребят, с довольно хорошим временем перезарядки Чего только стоят те тачки, которые на своем 10 уровне могут выбрасывать снаряды через каждые, грубо говоря, 7-8 секунд Согласитесь, далеко ни в какое сравнение не идет с ССом 7 И на сегодняшний день, по моему скромному убеждению, если вы с ним не согласны, обязательно пишите об этом в комментариях Машины все более и более становятся быстрыми То есть машины для быстрых геймплеев, машины для быстрых заездов куда-нибудь к соперникам И быстрыми обменами своими залпами ИС-7 этим всем, к сожалению, похвастаться не может Чем может похвастаться ИС-7? Ну, наверное, в первую очередь своей подвижностью Потому что для своих размеров, для своего веса, для уровня своей бронированности Машина действительно довольно неплохо передвигается по карте В то же время, как вы видите, если вы не успели перекатиться, то и по бортам он тоже довольно бодро отхватывает Что касается точности, вот против нас сейчас ИС-7 И в целом я могу только фугасом его там немножко пощекотать Если отыгрывать от башни на ИС-7, то действительно будет счастье Действительно пробить башню ИС-7 нужно очень сильно постараться И как вы видели, допустим, моя же голда против меня же не дает абсолютно никаких результатов То есть серых зон при заряжении голды на танки не добавляется Мне лично против ИС-7, который грамотно отыгрывает от башни Лезть в драку никогда не хотелось И на сегодняшний день, на какой бы машине я ни играл Ощущение того, что ИС-7 выковырять сложно, меня не покидает И, наверное, все-таки это дополнительный плюс данной машине Пускай не сильно бодро перезаряжаемся, пускай мы не самый крутой по ДПМ-у танк на уровне Но, ребят, то, что мы можем выстоять в каком-то сопротивлении Ну, это уже практически однозначно Безусловно, бывают моменты, когда седьмого закручивают Когда начинают по нему отбрасывать, и ему это неприятно Но вот когда ты вот так вот стоишь и абсолютно на дурняк отхватываешь непробитие от всех, от кого не лень Это действительно доставляет определенного рода удовольствие Сейчас Type-71, допустим, или Тип-71 Напишите в комментариях, кстати, как правильно Потому что как бы я его ни называл, вот этих всех типов или Тайпов Меня все равно поправляют Поэтому подскажите, где правды сыскать И обоснуйте свое мнение, что машина должна называться именно так Перезарядились, подъезжаем, отправляем товарища в ангар И едем дальше выковыривать Т-30 Не знаю, успеем или нет Но в целом, друзья мои, вот такие бои на ИС-7 постоянные И машина подразумевает собой выживаемость в бою Поэтому если вам нужна машина, на которой вы хотите выполнить боевые задачи, связанные с выживанием То, наверное, ИС-7 один из самых приемлемых вариантов на 10 уровне среди тяжелых танков Действительно очень живучая машина, если прятать нижний бронелист Вообще не стараясь, практически ничего не делая 2000 единиц урона, один сделанный фраг И что касается результативности по команде, я уверен, что блистать мы там не будем Потому что, как я уже сказал, особого ДПМа у машины нет Ну и, соответственно, рассчитывать на какие-то мега-результаты В большинстве своем вам, ну, навряд ли придется Да хватит меня забрасывать всякими предложениями Давайте потом это все обсудим Мы-то все-таки видос про ИСа снимаем Зайдем сейчас еще в одну каточку Я все бои, в которых я пытаюсь затестить машину Не просто покатать ее и посмотреть ее там В, скажем так, вне зависимости от того, каких результатов я от обзора хочу получить Я катаю во встречке В превосходстве там немножко история другая Но здесь же, в встречном бою На ИСе-7 самая основная цель выкатывания именно во встречку Заключается в том, чтобы затестить машину в боях Которые не связаны с погоней союзников либо соперников За занятием каких-то точек Это бои, в которых выживает сильнейший И мне интересно, насколько ИС-7, в частности Действительно является сильной машиной на сегодняшний день Не сильно приятно То, что углов склонения у машины практически нет И при этом все, мне придется сейчас играть ромбом По крайней мере на вот этом вот фланге Потому что если я выйду и покажу свой нижний бронелист То понятное дело, что в этот нижний бронелист мне сразу бодро прилетит Сведение просто безбожное Приходится очень долго ждать Но в то же время точность орудия практически не подводит Я не могу сказать, что на ИСе-7 вам часто придется терпеть Либо мириться с неточностью данного орудия Ну что, поедем посмотрим Вот как вы видите, здесь вот в притирку более-менее как-то чуть-чуть хватает И то, если выцеливать у ПТ-хи нижний бронелист То понятное дело, что у меня это не получится Ну, здесь я виноват Я сбил немножечко разброс Соответственно, привело к негативным результатам Но отыгрывать даже на вот такой вот позиции Немножечко на возвышении Уже будет существенно дискомфортно Ну вот сейчас, допустим, повезло то, что у Т-30 Пробивается верхний бронелист в такой позиции Ну и, соответственно, я смог в него забросить А что касается меня, то Т-30, как вы видите Целит мой нижний бронелист И это, в принципе, абсолютно грамотное решение Потому что других слабых зон у ИСа-7 практически нет Довольно часто ИСа-7 не пробивают даже в борта Даже на вот такой вот позиции, как вы видите Вниз орудие не склоняется И здесь вообще, в принципе, возвышения как такового нет Поэтому, если вы планируете себе, допустим, качать ИСа-7 как десятку То сначала задумайтесь, а сможете ли вы справляться С его определенного рода недостатками Ну и, соответственно, реализовывать данную машину И реализовывать весь ее потенциал Остаемся мы в меньшинстве Как я понимаю, ничего приятного Мы сейчас этого не получим Я сейчас отхвачу свой, опять-таки, нижний бронелист И, в целом, скорее всего, отправлюсь в ангар Возможно, возможно, необходимо было сейчас в клинч стать Но я думаю, что Шеридан в любом случае добрал бы меня в корму Поэтому, с учетом того, что меня практически окружили Выбор был невелик Как вы видите, пробивают только нижний бронелист Каким-то образом попали мне в стык нижнего и верхнего бронелистов Но, в целом, друзья мои Количество рикошетов от машины за бои Довольно-таки существенное Поэтому сказать, что данную машину прям легко разбирают Нет Вопрос просто заключается в карте, на которую вы попадаете Вопрос заключается в том, сколько союзников рядом с вами И насколько грамотно они, в том числе, играют Потому что вы можете играть максимально грамотно Но это не значит, что их не продавят Ну и, соответственно, не доберутся до вас Ну а ваше время перезарядки в, грубо говоря, 11 секунд Ну, ничего хорошего, ничего приятного вам в таком случае сулить не будет Опять-таки, результат 2180 единиц Как вы видите, что победа, что поражение На СС-7 Плюс-минус одни и те же результаты в средниковых боях Что касается результативности по команде То в данном случае второе место Ну, именно потому что ребята В том числе, обратите внимание, на каких машинах Отыграли не очень хорошо Ну и, в целом, наверное, из-за этого мы и слились Я понял по поводу предложения на камуфляже Я потом его обязательно рассмотрю А сейчас хочу заброситься еще в одну третью каточку На СС-7 Для того, чтобы мы с вами вместе смогли посмотреть Насколько ровно от боя к бою Данная машина отыгрывается Итак, заходим Заходим в очередную каточку Будем играть на рудниках На рудниках, понятное дело, что ИСУ Лучше всего будет находиться на линии ТТ Ни в коем случае Ну, по крайней мере, по моему скромному мнению Я не суперспециалист, я не статист Я ни в коем случае никогда никого не учу играть Ребят, играйте так, как вам нравится Я не настолько профессиональный игрок Я не киберспортсмен Для того, чтобы давать рекомендации Из разряда Вы должны так делать Я просто делюсь своим мнением И говорю о том, что с учетом низкого Низкого показателя По уровню склонения орудия У данной машины Ехать на горку Это самоубийство изначальное Я не знаю, вообще, было ли самоубийством ехать сюда Сейчас самому По одной простой причине Потому что меня не поддержал Мой союзник на тяжелом танке Он оставил меня здесь, в принципе, на съедение ИСА-8 и М-103 Сказать, что он там правильно поступил Не знаю Посмотрим по результатам боя В принципе, команда Как мне кажется, абсолютно полностью Слила оба направления Что тяжелых танков Что направление горки Там уже ребята полным ходом Форсируют события Ну а что касается наших ребят То они гордо все вчетвером столпились Причем в том числе и средний танк Столпились На горе И пытаются играть как ПТшки Понятное дело, что в данном бою Мне, в принципе, ловить особо нечего Как я понимаю, это будет однозначный слив Ничего противопоставить ребятам Здесь я особо не могу Против ИСА-8 Может я еще хоть как-то попадаюсь Но Не могу сказать, что Его союзник меня не разберет Вот такой вот бой К чему приведет этот бой Я не знаю Мне почему-то кажется, что здесь явно будет Не в пользу наших Рано или поздно сейчас их продавят И на этом, в принципе, для них все закончится А возможность закончится и победой В любом случае Данную катку досматривать у меня лично Желания абсолютно никакого нет Я думаю По результатам Там будет все, в принципе, понятно Я ничего сделать не смог Поехал самостоятельно Ну а под горку ехать Тоже как бы был не сильно вариант Что касается второго Товарища из ИСов, которые есть Кто-то любит ИСа-4 И не признает ИСа-7 А есть наоборот Связано с тем, что машины играются Немножко по-разному Если вы посмотрите на характеристики по орудию Здесь те же самые Никчемные углы склонения орудия вниз Но здесь повыше немножко ДПМ Совсем другая мобильность у машины Что касается времени сведения и разброса В принципе, то же самое Что касается пробития То разницы особой вы не почувствуете Да, немножко проседает альфа Но с учетом того, что Меньше 10 секунд Время перезарядки То на ИСе-4 Безусловно, играть Существенно комфортнее Вот такой вот он ИС-7 На сегодняшний день В рандомных боях Стоит ли его качать Здесь уже определяться вам Это не был обзор на машину Это просто было желание Показать ИСа-7 В современных боях И чего он стоит С учетом всех новых Добавленных машин на уровень Ну а если вы за честные обзоры Если вы за свежие новости Если вы хотите поддержать канал Обязательно подписывайтесь на него Участвуйте в розыгрышах Получайте призы Возвращайтесь ко мне На мои видео Я всегда вам рад И стараюсь ради вас Мира вам, друзья мои И обязательно спокойствия Пока-пока